Здравствуйте! Вы смотрите программу события в студии Виктория Шаре. Коротко об основных темах выпуска. Генералы песчаных карьеров вне закона. Губернатор Николай Меркушкин требует принять меры в отношении бизнесменов, незаконно добывающих песок. В режиме нон-стоп ямочный ремонт будет идти в Самаре круглосуточно. Процесс пошел, в регионе начали досрочно сдавать ЕГЭ. Жизнерадостный, несмотря на испытания, герой программы «Право на маму» шестимесячный Кирюша ищет родителей. Это он стоял у истоков коронарного шунтирования. Известный бельгийский кардиохирург побывал сегодня на строительной площадке Международного медицинского центра клиника сердца. Песок по цене золота. В области выявили больше 70 незаконных карьеров. По информации областного министерства, по вопросам правопорядка и противодействия коррупции, только из одного карьера в селе Ягодное за несколько лет незаконно добыли песка на 6 миллионов рублей. Причем уровень раскрываемости таких нарушений по-прежнему низкий. Только за 15-й год поступило порядка 40 сообщений о незаконной добыче полезных ископаемых. Возбуждено 8 уголовных дел. Схожая ситуация и при добыче щебня. Губернатор области Николай Меркушкин поручил принять самые жесткие меры и пресечь незаконную добычу полезных ископаемых на территории региона. Все карьеры должны быть легализованы и средства от добычи должны поступать в бюджет. Чтобы выявить все незаконные точки, будут привлекать даже аэрокосмическую разведку. Должна быть отработана система. Система каждой точки, где добывается, должна быть на учете. Каждая точка должна быть на учете. Если они, тот порядок, который определен, когда получает он лицензию, а там все прописано. Если нарушает тот порядок, лишать лицензии. И больше, чтобы эти люди нигде больше не могли появиться. В каком-то другом месте пришли, в другом месте добывали. И если будет общий порядок, общий будет порядок. Будет все известно. Проблему незаконной добычи полезных ископаемых обсуждали сегодня и на Комитете по охране окружающей среды при Самарской губернской думе. Депутаты отметили, зачастую предприниматели арендуют землю под сельскохозяйственные нужды, а на деле устраивают незаконный бизнес по добыче полезных ископаемых. Штраф за это правонарушение буквально крошечный. И, по мнению народных избранников, не соответствует наносимому ущербу. Прозвучало предложение увеличить санкции и внести соответствующие изменения в Коап. Однако не все члены Комитета с этим согласились. По их мнению, повышение штрафа не изменит ситуацию в корне. И все же участники Комитета взяли проблему на контроль, чтобы подготовить меры по предотвращению незаконной добычи ископаемых. Губернатор Николай Меркушкин поздравил с днем рождения Елену Шпакову, почетного гражданина Самарской области, героя соцтруда, заслуженного работника пищевой индустрии. 12 лет она была директором Куйбышевского кондитерского предприятия. Именно по ее инициативе началось строительство шоколадной фабрики, которой она руководила 22 года. Для нескольких поколений самарцев ваше имя является символом высочайшей ответственности, мужества, мудрости, доброты, душевной искренности, верности своему профессиональному и человеческому долгу, сказано в поздравлении губернатора. Стахановскими темпами в Самаре наращивают скорость аварийно-ямочного ремонта. Глава города Олег Фурсов поручает не останавливать работы ни на минуту и увеличить количество рабочих бригад. Подробности на традиционном понедельничном совещании узнала Марина Матвейшина. Ямочный ремонт переходит в круглосуточный режим. Если раньше дорожники работали только по ночам, теперь ремонт не будет останавливаться и днем. А чтобы автомобилисты не угодили из-за дорожных работ в пробку, для них на сайте администрации разместят график ремонта. В нем отразятся и адреса, и время работ. Так что маршрут движения можно продумать заранее. Работая пока только ночью, дорожники уже успели отремонтировать 25 тысяч квадратных метров асфальта. В прошлом году к этой дате было сделано в полтора раза меньше. Сейчас за сутки рабочие ремонтируют рекордный объем – тысячу квадратных метров. Но и это не предел, уверен глава города Олег Фурсов. Эти темпы недостаточно. Вы хоть и увеличили в полтора раза объем выработки, было 600 метров, сейчас тысячу, или тысячу, что вы даже говорите. Мы ставили задачу где-то полторы тысячи, 1400-полторы тысячи. Значит, под это нужно подтягиваться. К 15 апреля срок, губернаторам установлен, мы должны с вами ямочный ремонт завершить. Количество бригад по подготовке ям к заливке решено увеличить с 15 до 20. Планирует и дополнительную спецтехнику привлечь. Она тоже будет работать круглосуточно. Сейчас ямы на самарских дорогах заливают 11 кохеров. Это машины, разогревающие асфальтобетонную смесь. Но пока только четыре из них работают и днем, и ночью. Аварийный ямочный ремонт в этом году коснется 21 улицы. Это почти 40 тысяч квадратных метров. Две дороги из этого списка ремонтируют компании-подрядчики по гарантии. На гарантии стройсервис устраняет свои недостатки в этом вопросе. И кусочек попал, который на гарантии находится у нас по Победе. Он тоже в данной ситуации, они его сделают на этой неделе. Это по ремонту литой асфальтобетонной смеси. Все остальное они устранят при наступлении положительных температур. Ямочный ремонт используется как экстренная мера. Быстро привести дорогу в порядок, пока на улице еще холодно. И другие дорожные работы невозможны. Как только воздух прогреется и столбик термометра не будет опускаться ниже нуля, начнется более масштабный ремонт картами, а также комплексный ремонт улиц. Марина Матвеевична, Станислав Левин. События. Об экономических событиях начала недели расскажет наш обозреватель Андрей Трой. Здравствуйте. Доллар и нефть споткнулись о новую сланцевую революцию. Впервые за 13 недель на буровых установках по добыче сланцевой нефти в США отмечено повышение активности. Активизировалась одна буровая установка. Было 386, стало 387. Странное положение, ведь сланцевики заявляли, что добыча при цене ниже 60 долларов невыгодна. А сегодня за нефть дают всего 41 доллар 33 цента. А еще вчера цена была на уровне 42,50. На 22 марта Центробанк установил курс доллара США на отметке 68 рублей 80 копеек. Курс евро 77 рублей 46 копеек. Золото стоит 2752 рубля за грамм. Серебро стоит 35 рублей 26 копеек за грамм. Предприятия будут жестче наказывать за задержки зарплаты. Должностных лиц предполагается штрафовать на 20 тысяч рублей. Сейчас штраф составляет только 5 тысяч. Жилье планируют разделить по классам электропотребления, что теоретически позволит снизить расходы на коммунальные услуги. На сегодня это все. Удачи в делах. А сейчас коротко о других темах дня. Самарская ракета-носитель «Союз-ФГ» вывела на орбиту Земли корабль с тремя космонавтами на борту. Сейчас все они уже находятся на МКС. За ходом подготовки наблюдала и делегация из 63-го региона. В ее составе призеры молодежного форума «Иволга». 15 ребят из 8 регионов смогли посетить центр подготовки космонавтов, побывать на знаменитом «Гагаринском старте» и, разумеется, проводить новую космическую экспедицию. Найден подрядчик для разработки проекта ремонта Волжского шоссе. Как говорится на сайте госзакупок, это санкт-петербургская фирма «Дорпроект». Стоимость контракта составила почти 4 миллиона рублей. Изначально областной Минтранс планировал потратить на проект более 5 миллионов. Напомним, Волжское шоссе планируют отремонтировать на участке от улицы Демократической до Московского шоссе. В проекции специалисты должны предусмотреть обновление дорожного покрытия, обустройство тротуаров, разделение транспортных потоков с помощью барьерного ограждения, благоустройство территории. В Молле на Московском шоссе в ночь на 20 марта обрушился потолок. ЧП произошло в правом крыле торгового центра. Днем потолок продолжил рушиться дальше. С него потекла вода. Место происшествия огорожено. Магазины работают в обычном режиме. Никто не пострадал. Более 30 тысяч вакансий имеются в службе занятости 63 региона. Большинство из них приходится на такие сферы, как сельское хозяйство, здравоохранение, предоставление социальных услуг, обрабатывающие производство, строительство. Среди рабочих профессий спросом пользуются слесари, сварщики, арматурщики, электромонтеры, каменщики, токари и штукатуры. Также требуются повара и водители. В начале недели погода в Самарской области по-прежнему станет определять обширный циклон, прогнозируют синоптики. Днем будет пасмурно с осадками в виде мокрого снега и с температурой воздуха около ноля. Ночью морозно и малооблачно. Сегодня местами до минус 11. Возможно, это последняя столь холодная ночь этой весной. Днем ожидается плюсовая температура. Сердечный подход и международное сотрудничество. Самару посетил всемирно известный кардиохирург из Бельгии – Поль Сержант. Один из ведущих экспертов не только Европы, но и всего мира по проблемам хирургического лечения и шимической болезни сердца. Бельгии станет одним из партнеров клиники сердца, которая строится в Самаре. Клиника, где и стены лечат. Задача создать уникальный кардиоцентр с особым сердечным подходом к пациентам. Помогать в организации такой системы самарским специалистам будет всемирно известный европейский кардиохирург Поль Сержант. Он уже успел понаблюдать за работой наших врачей и поставил самую высокую оценку их профессионализму. Побывал Бельгийц и в строящемся здании клиники сердца. Ее концепция основана на комплексном подходе к лечению. В центре нашей работы находится пациент. Хирург должен улучшить качество и продолжительность жизни пациента после операции. Здесь, в клинике сердца, мы хотим сфокусироваться на долгосрочных результатах и таким образом создать отличия данной клиники от множества других. Начиная от входной группы, от регистратуры, заканчивая уже тем, когда пациент выписывается и ему дают выписной эпикриз, все должно быть ему удобно и правильно. Наша задача создать больницу, где не будет негативных настроений, несмотря на болезнь. Кардиоцентр в своем роде уникальный для России проект государственно-частного партнерства. Само здание уже готово на 80%. Остались отделочные работы. В апреле начнут завозить современное медицинское оборудование. Число операций на открытом сердце увеличится в два раза. Здесь можно будет проводить около 12 тысяч кардиохирургических вмешательств в год. Жители Самарской области будут лечиться бесплатно. Принимать планируют и пациентов из других регионов и даже стран. Мы надеемся, что здесь будут с дальнейшими кардиохирургами выполняться уникальные операции. Это должно быть учреждение пациент-ориентированное с целью развития медицинского туризма. То есть это и для жителей хватит объема оперативного вмешательства, и, конечно, хватит для развития большой кардиохирургии международного класса. Самарская область уже один из ведущих регионов по развитию кардиохирургической помощи в России. С открытием клиники сердца есть все перспективы заявить о себе и на европейском уровне. Тем более, что будущую команду хирургов теперь можно назвать международной. Принять первых пациентов планируют летом этого года. Марина Кравцова, Максим Гузев, События. Вдвое снизить количество детских домов к 2018 году. Такая задача поставлена федеральным правительством. Уже сейчас впервые в истории современной России число детей-сирот в стране снизилось до 100 тысяч. В Самарской области ищут своих родителей 778 детей. Один из них – шестимесячный Кирилл. Герой программы Инесса Панченко «Право на маму». Улыбаемся, как мы. Вы бы видели, скажи. Сейчас мы немножко посмотрим на всех. Да. Как улыбается маленький Кирюша, непременно увидит любой, кто берет его на руки. Малыш необычайно жизнерадостный. Положительные эмоции у мальчика вызывает все, что происходит вокруг. Появление, например, красочной какой-то новой игрушки. Когда воспитатель подойдет, там няня, улыбнется ему, он тоже в ответ радостно улыбается, тянется. Когда кормишь его, он тоже радуется. На долю шестимесячного ребенка выпало уже немало испытаний. Кирилл родился с небольшим весом и слабым здоровьем. Почти с рождения его домом стало сиротское учреждение. Чтобы исправить косолапость, ножки мальчика долгое время находились в гипсе. Но на жизнелюбии Кирюши это не отразилось. Кирюша стойко ведет себя, когда накладывают шинки. Он не плачет, он уже привык. И он понимает, видимо, что это надо. И он относится к этому снисходительно. Раз положили ребенка в шинки, значит, надо так терпеть. И он терпит это. Делаем мы ему и инъекции различных препаратов. И он тоже терпит, не плачет. Потому что знает, что надо лечиться. Начнет ли ходить Кирюша, и когда это случится, зависит не только от медиков. Еще больше это зависит от того, когда и каких родителей он сможет найти. Взять ребенка в семью не такая проблема. Гораздо сложнее сделать его счастливым. Инесса Панченко, Константин Головин. События. Сдать раньше срока в Самарской области стартовал досрочный этап государственной итоговой аттестации. Первый экзамен по математике прошел в 43-й школе. ЕГЭ сдавали 6 человек. Чтобы не было нарушений за всеми, кто садится за парту, с помощью специального интернет-портала следят наблюдатели. В ситуационном центре, откуда видно все, побывала и Алина Чемерес. Математику, базовый уровень, сегодня досрочно сдают 6 человек. Один из них на дому по состоянию здоровья. Экзамен длится 3 часа. При себе можно иметь только линейку. Каждый шаг экзаменуемых под контролем. За теми, кто сдает экзамен, следят сразу две камеры. Это нужно, чтобы ни одно нарушение не осталось незамеченным. Если наблюдатель увидит, что кто-то достал телефон или шпаргалку, он сразу может позвонить на пункт сдачи ЕГЭ, и ученика удалят с экзамена. Видео, которое мы сейчас видим на экране, записывается сразу на несколько источников и хранится 3 месяца. Камеры видеонаблюдения установлены в штабе, где находятся руководители экзаменационного пункта и члены комиссии. Но особо пристальное внимание учебному кабинету. Наблюдатели говорят, самое частое нарушение – попытка достать телефон. У нас слепых зон нет. Камера установлена таким образом, что мы контролируем каждого участника не только спереди, но и сзади. Видны абсолютно все действия, попытки его списать экзамен. Также фиксируются все разговоры между участниками, потому что на портале мы можем фиксировать не только видео, но и звук. Досрочно ЕГЭ сдают в основном выпускники прошлых лет. Их большинство и на этот раз. И спортсмены, которые не могут прийти на экзамен в положенное время. В этом году раньше срока свои знания решили проверить 119 человек со всей Самарской области. Восстребованными оказались все дисциплины. Задания больше не привозят в бумажных пакетах. Теперь их распечатывают с диска прямо в аудитории. Экзамен заканчивается. Происходит сразу сканирование данных материалов. И они поступают потом в региональный центр обработки информации. Эти новые введения для того, чтобы не допустить никаких изменений в тех материалах, которые сдают дети. Чтобы никаких исправлений не было. Результаты экзамена по математике станут известны 4 апреля. Досрочно сдать экзамен можно будет до 23 числа. Алина Чемерис, Дмитрий Мешканцов, События. Театр начинается с куклы. В этом уверены самарские кукловоды. Во всем мире сегодня отмечают Международный день кукольника. Не отстают и в Самаре. Только за прошлый год спектакли в Театре кукол посмотрели более 50 тысяч мальчишек и девчонок. Сегодня в репертуаре более 40 спектаклей. 17 актеров и более 800 их подопечных радуют зрителей уже полюбившимися старыми и новыми постановками. Как говорят сами актеры, театральная кукла не просто деревянная или тряпичная игрушка, а коллега и друг. У каждой куклы есть душа. У каждой куклы есть свой характер. Ты можешь как артист подружиться с куклой сразу. А процесс знакомства с ней, процесс притирания друг к другу может растянуться на очень долгое время. И вот когда вы подружитесь, когда вы начнете друг другу доверять, вот именно тогда и рождается то самое чудо, когда неживое становится живым. Не нужно забывать, что мы первый театр в жизни ребенка. И мы к этому относимся очень ответственно, потому что в зависимости от того, произойдет ли вот эта встреча, случится ли она, полюбит ли маленький зритель театр, это в дальнейшем может быть театром на всю жизнь, а может возникнуть какое-то отторжение и непонимание. Расписание спектаклей вы можете посмотреть на сайте Самарского театра кукол. А также мы напоминаем, уже три месяца временно кукольные спектакли проходят на малой сцене Самарского театра оперы и балета. Так как здание на улице Льва Толстого обещало. В будущем Самарский театр кукол будет располагаться на улице Самарской, в здании театра юного зрителя, где сейчас идут масштабные строительно-восстановительные работы. К историческому памятнику примкнет пятиэтажный пристрой. В театре кукол будет два зала на 250 и на 50 мест. Болгарская весна. 50 лет назад улица Помирская, утопающая в Яблоневых садах, была переименована в улицу Старозагора в знак дружбы между городами Самары и Старозагора. В юбилейный год к этой дате приурочено множество мероприятий. Так, этой весной ученики 72-й школы учатся встречать самое нежное время года в духе болгарских традиций. Легенды братского народа в сюжете Марины Матвейшиной. Без колющих и режущих, только нитки, тепло рук и хорошее настроение. Школьники учатся делать болгарских куколок-мартиниц. Белое символизирует мужское начало, красное – женское. Болгары верят, куклы охраняют дом от зла. Традиции дарить их на 1 марта существуют в Болгарии более 13 веков. Истоки кроются в легенде. К хан, к нему прилетела птичка, ласточка. И в клювике у нее был укроп, перевязанный белой и красной ниточкой. И птичка сказала, что да пребудет новая земля. И во славу этой новой земле стали делать эти куколки, чтобы земля процветала, чтобы было все хорошо. В юбилейный год улицы Старозагора болгарские традиции и историю дружбы двух народов изучают во всех учебных заведениях города. Ученики, чьи школы находятся либо на самой Старозагоре, либо рядом ведут поисковую работу. Встречаются со знаменитыми жителями улицы, находят в архивах интересные подробности и даже расспрашивают строителей об истории каждого дома. Мы построили для коллектива Треста один из последних домов. Это в границах Старой Загоры между проспектом Кирова и Дмитрова. 13-этажный крупнопанельный дом, дубовые рощицы. В городе реализуется проект, который называется «Новые Старозагорские игры». Это и квест-игра, и составление карты Старозагора. И в том числе наша лига «Что, где, когда» – городская, организовала специальные игры, посвященные вот этой замечательной дате, привороченной к юбилею улицы Старозагора и российско-болгарским отношениям. Запланированы в юбилейный год и взаимные визиты болгар и самарцев. Во время Дня города улица Старозагора превратится в один сплошной праздник. Буквально в каждом квартале будет происходить что-то интересное. Детские концерты, соревнования, дегустация блюд болгарской кухни. Марина Матвеевна, Алексей Золотенков. События. Пока весна не спешит на Среднюю Волгу, но в Самарском зоопарке знают, как приблизить тепло. Старинный славянский праздник. Жаворонки каждый год собирает любителей хорошей погоды и вкусной выпечки. Свою лепту в приближение весны внесла и Марианна Мирная. Жаворонки прилетите, студену зиму прогоните, весну тепло принесите. В Самарском зоопарке призывают весну. Старинный славянский праздник. Жаворонки отмечаются испокон века. Говорят, птички на своих крыльях приносят тепло. А чтобы весна не задерживалась, жаворонков пекут из теста. Это очень вкусные печеные птички. Они хорошо... Их очень любят дети. С чаем, с вареньем, с медом. Жаворонок – первая птица, которая возвращается с юга в родные края. Их можно встретить в полях, лесах и лугах. Зоологи говорят, в неволе птицу держать нельзя. Заскучает пернатый по необъятным просторам. Он выживет от жаворонок. Но он будет сидеть, грустный, смотреть по сторонам. И жаворонок – это, в первую очередь, не какая-то яркая птица. Он достаточно серенький сам по себе, да? Внешний вид, но любительный у него. Жаворонок – это такая птица, у которой самые красивые песни. Вот заставка передачи «В мире животных» на самом деле – это песня жаворонка. Если верить древнерусскому обычаю, то чтобы поскорее пришла весна, нужно не бояться замарать руки. Поэтому берем кусок теста, раскатываем его в жгутик и связываем в узелок. С одной части у нас получается голова – жаворонка, а с другой – хвостик. Голову украшаем глазками, а хвостик надрезаем. Ну что ж, жаворонка мы и сделали. Так что ждем весну со дня на день. Марьяна Мирная, Алексей Золотенков. События. А теперь новости спорта. И я передаю слово Сергею Кизоркину. Здравствуйте, я Сергей Кизоркин. И значит, вы смотрите «Самарские новости спорта». Пенсионеры Самары выиграли спортыкиаду по Волжье. Армейские снайперы – лучшие в Самарской области. Самарчанка выиграла серебро первенства России по фехтованию. Накануне своего дня рождения Даниэла Храпина выиграла серебряную медаль в личных соревнованиях первенства страны по фехтованию. Финал получился чисто армейским. Самарчанка сразилась с москвичкой Юлией Личагиной. И второй год подряд фортуна улыбнулась столичной спортсменке. Личагина – чемпион. Стрелки ЦСКА выиграли 25 медалей с 30 возможных на чемпионате Самарской области по пулевой стрельбе. Из малокалиберной винтовки отличились золотом Евгений Ищенко, Артем Филиппов и Дина Дроганова. Из пневматического пистолета, точнее всех, была Анна Тимофеева. Из пистолета малокалиберного – Денис Репичев. 10 команд по Волжье в Самаре определили лучших спортивных пенсионеров. На медали претендовали призеры России по настольному теннису, гиревому спорту и чемпионы СССР по многоборию ГТО. Сборная Самарской области подтвердила статус одной из сильнейших ветеранских команд России, став победителем первой спартакиады по Волжье. Взяли различные призы в легкой атлетике, дартс и шашках. Это были новости спорта от Сергея Кезоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой. На этом наш выпуск завершен. Читайте нас в Твиттере, скачивайте приложение и смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Наша аудитория в соцсетях постоянно растет. В Ютубе она превысила 9 миллионов. А я на этом с вами прощаюсь. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова